Всем привет! Меня зовут Воробьев Сергей, я руководитель направления ценообразования в компании Corus Consulting. Для начала давайте обозначим бизнес-область, о которой мы сегодня хотим поговорить. Ценообразование – это регулярный процесс пересмотра цены на полке под влиянием каких-то факторов. Эти факторы мы называем драйверы, то есть что-то, что заставляет компанию пересмотреть текущую цену. Почему компания задумывается о новой цене и почему ее не устраивает старая? Ну, конечно же, ценообразование – это всегда погоня за финансовым результатом. Именно поэтому компании постоянно эволюционируют, ищут новые подходы, находят новые драйверы. На самом деле в таком эволюционном развитии вполне ограниченное количество этапов, о которых я сегодня и хочу поговорить. Итак, первый этап – ценообразование от издержек. Работает очень просто. У компании есть закупочная цена или себестоимость. У каждого товара есть определенный уровень оценки, который компания хочет удерживать. При изменении себестоимости меняется полочная цена. Нет ничего проще, чем управлять ценообразованием с помощью такой механики. Каждая компания управляет ценообразованием именно так, чувствуя себя максимально уверенно. Кажется, что чтобы заработать больше, достаточно просто поднять уровень оценки, и ваш экономический эффект сильно улучшится. Так происходит до того момента, пока рядом с вами не появляются конкуренты. Скорее всего, они захотят забрать вашу долю рынка, увезти ваших покупателей, будут демпинговать цены и ввяжутся в ценовую войну. А в этот момент компания переходит на следующий эволюционный этап развития – ценообразование с учетом рынка. На данном этапе у вас появится новый драйвер – цена конкурента. По части товаров вы будете отслеживать ваших основных конкурентов, корректировать ваши цены под рынок. Другими товарами вы будете компенсировать потерю маржинальности. На самом деле вы удивитесь, но многие ваши конкуренты обрушат доходность по части категории товаров в 2, а то и в 3 раза. Все для того, чтобы завоевать сердце покупателя. Здесь у вас появится целый каскад правил. Часть товаров вы будете ценообразовывать под рынок, часть будет ценообразовывать от сдержек. Появятся минимальные границы маржинальности, максимальные границы маржинальности, округления, ценовые линейки и так далее. Все это будет для того, чтобы выставить в этой конкурентной борьбе. Ваша компания будет расти, конкуренты будут расти также, география будет становиться шире, ассортимент все сложнее, а ваши ценовые механики потеряют управляемость. Здесь в ценообразовании на первый план выходит управляемость, гибкость и прозрачность. А вместе с этим появляются инструменты, которые могут поддержать такое количество механик и позволить экспериментировать. Компания переходит на следующий эволюционный этап – автоматизация. Как правило, инструментами автоматизации выступает либо ERP-система, либо некая самописная. Работает максимально просто, но у вас появляется новая роль – бизнес-аналитик. Его задача – подобрать необходимый набор правил и механик, внести их в систему, а машина сама уже посчитает цены. Эффективность вашего ценообразования напрямую зависит от тех людей, кто подбирает эти правила. Множество товаров, факторов, бесконечная конкурентная борьба, меняющаяся экономическая ситуация на рынке – вся эта информация поступает аналитику на вход, и результатом его работы является всего лишь набор правил. Со временем аналитик перестает ориентироваться в них. Эксперименты начинают противоречить друг другу, правила начинают нарушаться, компания снова теряет эффективность. Здесь самый важный этап развития ценообразования компании. Компания впервые задумывается, а почему вообще мы пришли в эту точку? Почему появился рынок? Почему нам необходимо было его учитывать? Как мы формировали уровень доходности? Как мы смотрели на издержки? Как мы распространялись и масштабировались? Именно здесь появляются эти вопросы, и компания переходит на следующий этап эволюции ценообразования, ценообразования с учетом рынка или оптимизационное ценообразование. Здесь становится понятно, что компании следует управлять не наценкой, а ценой, и замерять, как покупатель реагирует на ту или иную цену. Все вы, наверное, слышали о эластичности спроса, краеугольный камень ценообразования. Работает максимально просто. Вы меняете цену на заданный процент, и коэффициент эластичности вам говорит, как поменяется спрос. Данная механика кажется максимально простой. Вы просто меняете цену на заданный процент, применяете коэффициент эластичности, и прогнозируете изменения спроса в соответствии с той функцией, которую применяли. Однако здесь есть свои сложности. Дело в том, что спрос перетекает с одних товаров на другие, меняются тренды, какие-то товары дополняют друг друга, какие-то замещают. И здесь важно подобрать не только самую эффективную цену для каждого конкретного товара, а и учесть кросс-эластичность, то есть переток спроса между товарами и между категориями. И, конечно, хотелось бы просто подобрать то самое заветное соотношение цен на весь ассортимент, которое даст эффективность в целом. Но таких вариантов бесконечное множество. И, конечно же, человек не может их учесть. В этом помогают специализированные системы, которые и занимаются переоптимизацией ваших цен. Оптимизационное ценообразование. В этот момент компания впервые начинает управлять ценообразованием прогрессивно, не исправляет ошибки прошлого, которые мы формировали в виде правил и глядя на прошлые периоды, а смотрит в будущее. Она пытается изменять цену так, чтобы уже завтра это было максимально эффективно. Оптимизационные решения значительно поднимают экономическую эффективность вашей компании. Но вы даже перестаете управлять ценой. Для каких-то товаров вы будете выбирать просто стратегию. Здесь я хочу получать максимальную выручку. Здесь я хочу максимизировать маржинальность. Компания переходит на управление не цифрами, а стратегиями. Абсолютно любая цена, которую мы с вами можем увидеть на полке, имеет строгое экономическое обоснование. Если вам интересно перейти на новый этап эволюции ценообразования, о том, как это сделать и какими шагами, вы можете узнать на нашем сайте. Здесь же вы можете задать мне вопрос, написав письмо с пометкой «Воробьеву Сергею». А также заходите на наш телеграм-канал, в котором мы рассказываем о новых трендах российского и зарубежного рынка в области ценообразования. Спасибо.